А я здесь живу неподалеку, у меня в Ропши дача. Практически соседи. Сосед. Да, да, да. На трубке у нас, по-моему, даже были там. На четвертой. Вот, все работало. Просто я думаю, почистить и все. Чем они отличаются, я не могу сказать, но, по-моему, у форкамерного там давление меньше на форсунок. Он все работал, но может, конечно, что-то там перебрать. Таблички еще перебито, набито, что-то неизвестно. Может быть, это когда проводили какой-то ремонт, что-нибудь? Да, скорее всего, пломбы даже вроде еще. О, ничего себе. Не знаю. Это пломба. Пломба, значит, топливщик работал. Так. Друзья, ну, предположительно, этот ТНВД пойдет нашему деду, потому что после последнего нашего запуска с дедом случились какие-то неприятности. Он явно работает не в такт, у него что-то проблема. Заводишь, долго заводишь, потом он быстро глохнет. И все это случилось после мойки. Есть предположение, что дело в топливной системе. К нам обратился наш, точнее, написал наш подписчик Николай. Предложил ТНВД, который у него остался, от предыдущего трактора. От этого уже, да, трактора? Да, 248. Сейчас мы посмотрим как раз этот трактор. Друзья, вот это, по-моему, трактор претендует быть одним из лучших. Кстати, у нас есть идея, если все хорошо пойдет, 9 мая сделать проезд где-нибудь по городу на старых тракторах. Возможно. Вот. Это, кстати, у нас будет уже колонна. Это 5. У нас есть 2. И еще 50-й. Ну, 50-й у нас будет такой на понтах, я бы сказал, да? Вот. Ну, и 2 кабриолета, что очень редко для нашей широты, потому что у нас довольно холодно. Друзья, вы на канале Двигатель Бизнес Реалити. И сегодня наш выпуск будет посвящен той технике, которая строится не для работы, а для души. Синячий восторг. Напомним, сейчас мы занимаемся восстановлением двух тракторов. МТЗ-50, батя. Батя, кстати, не завелся. На улице плюс 4, плюс 5 градусов. И МТЗ-2, дед. Куда бы мне без моего жизненного опыта работы мойщиком машин. В общем-то, никуда. В прошлом выпуске про нашего деда все пошло не по плану, когда трактор наотрез отказался заводиться. Нет искры? Промучившись два дня, стало ясно, что у нас проблемы с топливной системой. И мы решили временно оставить попытки и подумать, что же делать дальше. Ну, клапанная крышка явно под замену. Я боюсь, мы откроем, и там просто пипец будет. Не-не-не, может не стоит. Наш подписчик Николай сказал, что готов помочь. Ведь у него вроде как есть рабочий ТНВД от трактора МТЗ-5, который он восстановил. Мы с радостью приняли предложение. Ведь помимо нужной запчасти у нас появилась возможность посмотреть на то, как должен выглядеть восстановленный трактор. Кстати говоря, вот тоже нету шильда. А я могу объяснить это почему. Почему? Потому что он собирался уже на Южмаше. У нас, значит, МТЗ-2 такой же. Они в Минске были, потом он собирался на Южмаше. И вот отличия не было. Это шильдик. Шильдик у меня где-то в гараже в одной. Потом посмотрю. И, ну, смотри, здесь есть вот здесь эти штыки. На ней было L5LS. Это, скорее всего, Минский было, а так вот. А вот здесь он уже D65. Перебрал, поршневая новая. Как бы тоже нашел из чермета блок. Ну, блин, у этого зато все вообще в идеале. Передняя практически. Да, да. Его самая сексуальная часть, как я говорю, она в идеале. Ну, хорошо сделали белые полосочки очень смотрятся. Ну, так это как бы лучше. Слушай, а я не помню, у нас вот идет такой бортик? Что-то я не помню. Я думаю, идет. Он у нас просто за... И смотри, как в натяг, да, закрывается она. Ну, да, да. Выглядит точно. Конечно, доделать. Вот сын может электрику по зиме как бы займутся. Может кабиной займутся. Ну, это эмоции, да? Согласен. И вот, кстати, я тоже смотрю, что здесь подпружиненная коробка. Она очень плавно... А, у вас? Ну, да, вот очень плавно ходит. А, вот видео ваше смотрел. У вас МТЗ-2. Да. Они были... Это скоростная уже. А вот сколько? Вот здесь 25, наверное, максимум. Слушайте, мы пока МТЗ-2 боимся выезжать. То есть у нас там такое место. Там просто ленивый не встает с камерами. Можно встать и прилипнуть. Потому что он же МТЗ-2 тоже без документов, без всего. МТЗ-2 и МТЗ-2. Вот это крутая вещь. Очень нормально. Слышишь, как работает, да, Тихо? На 200, на 200. А не 170, по-моему, с завода. Ага. Немножко больше. При этом вот получается вот такой перестук. Он такой какой-то, знаете, какой-то не российский стук получается. Да, да, да. Как будто какой-то катерпилеровский, что ли. Да, ну я много там форму перечитал про это дело. Костя, да, отлично. Немножко радиатор запривит, но потому что хочу потом анти-3 залить. Только на анти-3. Но это сейчас уже пора обменять, потому что скоро в дамороске там. Ну в воду залил, чтобы не промыло там. Звучит оно вообще, конечно. Так, приятное гурканье. И, блин, вообще практически нет масла, ничего. Вот так надо сделать, друзья. Вот так я хочу сделать. И вид внешний как раз, как вы любите, синенький. И вообще просто все сошлось. Вставляется как, смотри. Так же шикарно. Вот уже на 50-м не то. А там уходит. Да, оно уже болтается, ты ловишь эту передачу. А здесь прям вообще сказка. Просто обалдеть. Потихонечку. Хорошо, сцепление. Мосты все равно гудят. Сзади гудят. Слышишь, да? Все, садись, прокачу. Ой, друзья. Ой, как круто. Вообще просто офигеть. Мое почтение. Какое он классное вообще. Супер. Блин, он обалденный. Вообще шикарный. Просто вообще. Вообще не сопливит ничего. Посмотри, как. Вот, 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 друзья. Вот так должен выглядеть трактор. Посмотрите, ничего не течет. Вообще ничего не течет. Все отлично. Я думаю, Паш, нам надо будет все-таки разобрать двигатель на предмет как раз-таки замены тех же прокладок. Потому что потом... Там набивка сзади. Набивку я ставил Mercedes, по-моему. Но она была в магазине подобрали. Синячий восторг. Жалко было. Сдали бы в металл. Ой. Не-не-не. Такой документ. Я говорю, давайте. Он на ходу был полный. Ну, дымил, чадилка, в воду гнал, вроде. Вот сгорела гильза и просела в блоке. Все. Я начал искать где-то в Челябинске. Мне пообещали привозить. Я говорю, вы чего? Трактор того, доставка не стоит. А так не найти. Потому что D48, там гильзы 105-е, а здесь 110-е. Шатуны, все-то одно и то же. И форкамерная головка. Вот я переживаю, что если мы сейчас решим поменять прокладки на МТЗ-2 и тоже там чего-нибудь увидим. Мы себе дали обещание не трогать двигатель, но я чувствую... Я думаю, мой совет такой. Голову может и не снимать, если он не дымит. Голова треснутая там, кстати, вот. Я забыл. А там крышка. Крышка, крышка клапанная. Крышка. Там серо-алюминий или как он, серо-алюминий? Нет, там чугун. Чугун? Потому что такую крышку я сдал в металл. Шпильки перетянутые. Она. У меня крышка уже была вставка вварена. То есть это болезнь. Потому что регулируют. Но это как бы не страшно. Если у вас нету здесь подголовки и двигатель не дымит, мое мнение, не нужно открывать. Только прокладки можно. Вот прокладки, лобовины, помпу. Помпу я тоже перебирал. То есть вот такие вещи, где течь идет. Ну и радиатор у нас уже полностью расслоился. У вас там, кстати, очень бодрячком. Вот такой. У нас прям он... Да. Ну, огромное спасибо, что пригласили. Конечно, такие эмоции они... Заезжай, если что, снимайте еще. Конечно, было два вместе. Обязательно. Какой-то здесь. Обязательно. Может, я с документами там что-то... Мне парень сказал, говорит, давай номерные. Инспектору. Здесь-то не знаю, не искал. А вот в Апсковской там... Такая интересная у вас свеча. Это Мерседес от Кашлака со 124-го. Вот магнета иногда вот сыреют. Да, да, да. Мы как раз помыли все уже. Потом после этого... Сушили. Сушили долго, да. И раньше вот качество было старое, а магнета, вот каких-то там 70-х годов на подшипниках. Уже, которое сейчас продается, оно просто на втулках. МТЗ-5 у Николая. Трактор для души. Есть у него и рабочая лошадка. Старенький ЮМЗ, который он также хочет со временем довести до ума. Но пока очень загружен работой. Это 75-й год. Этот с документами. Просто на учете не стоит. Двигатель работает здесь мягко вообще. Потому что давление, ну, и тащит хуже. Ну, этот-то едет. Конечно, он перекопал уже здесь всю округу. Касать то время. Вот сколько освежал его. Ну, в этот раз не довелось. Потом, к следующему году тоже покрашиваешься. Паша, смотри, какая интересная структура строения. Это стрелы. Просто такие цилиндрики. Кого-то. Два таких цилиндров, один такой цилиндр. И все работает, да? Работает, ну, вот сопливит она. Но это уже цилиндр уплотнения. Нету, подлил масло и все. Нифига тут. Сопливится. Но он рабочий, рабочий полный. Вот если вот так вот его обрезает, то это похоже на какого-то робота старинного. Знаешь, который такой вот в фильмах, когда его закопали где-нибудь там и нашли спустя несколько лет. Ну, конечно, устал думал, как бы купить установку новую. Сзади? Ну, стрелу, все полностью. Они есть, не так дорого. То есть новые практически. Такая же, только новая или другая? Ну, она другая немного, но подходит. Ну, здесь обогрева никакого нет, да? Ничего. Тепло? Да. Я тебе скажу сразу, зимой работал даже в минус 15. То есть он нагревает от двигателя? Вентилятор тащит сюда от двигателя, шарит. То есть жара нормальная. Ну и слава богу, да. Вот наши делали раньше, да? Не то, что сейчас. Он практически вечный. Да, и самое интересное, что вот сейчас далеко, если сравнение провести, у меня Caterpillar, бульдозер работает, форсунка там что-то. Форсунка 46 тысяч. Ладно, форсунка 46 тысяч, аналогов нет и вообще быть не может. И форсунку надо прописывать там. Прописывать датчик надо. Форсунка, ладно, а датчик надо прописывать там. Это вообще просто, блин, я не знаю, техника, которая работает в сложных условиях. Зачем такое? Ну, понятно, зачем, чтобы стругать деньги. Здесь-то можно все с помощью напильника, я не знаю, там, болгарки и молотка все это отрывать. Распылитель 400 рублей стоит. Если говорить про технику, которую можно починить при помощи молотка и напильника, стоит отметить еще один трактор Николая, который своими руками собрал его отец в то время, когда не было даже сварочного аппарата. С 86-го года, пока отец в Абсковской жил, живой был, до 2008-го года он работал и пахал. Конский плуг отцепляли сзади вот. И все, ферак его огородом. И заводился чисто вот с рукой? Он заводится, он уже ходовой, просто сейчас, наверное, бензина нету, ребенок в мотоцикл брал краник. Слышите, ну это да, тоже. Он база ГАЗ-51 машина. А рулевая тоже? Рулевая ГАЗ-51. Он же делал, сварки не было. Он все болтами, вот дрелью, дрелью, сейчас можно посмотреть, все отсверливал и ломал, то есть, вот. Вот в этом весь наш Советский Союз. Ну он тоже. Это просто, смотри, задний мост от этого. ГАЗ-51. Кстати, ГАЗ-51, а на МТЗ-2 можно поставить от ГАЗ-60, блин, не помню. Передний. Передний мост. Я смотрел, ГАЗ-66 и ГАЗ-63 вот. Вот, вот, да, да, да. И от Т-40 ставят. Я вообще думал поставить на МТЗ-2. Там стоит денег. Я тоже думал на экскаватор поставить привод, потому что он такой, это самое, стоит сам редуктор. Да, да. На Украине что-то сотку просят за этих 2-3 шестерни и подшипник, то есть. Этот народ не победить. Сейчас уже не те люди. Раньше вот с такими возможностями, с такими руками просто, ну, невозможно было этот народ победить. Когда человек в отсутствии болгарки просто пилил болтами, высверливал, да, и потом ломал зубилом. Ну, куда вы лезете, друзья? Куда вы лезете? Наверное, все-таки мы будем снимать двигатель, посмотрим что-то, хотя бы разберем, посмотрим, что там есть. Попробуем то, что вы нам подарили, найти ему применение. Ну, в любом случае... Он работал, работал он как бы. В старой технике запчасти это уже на вес золота, поэтому каждая запчасть для нас важна. Спасибо огромное. Все. А мы поехали. Топливное. Да, 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 да. Ничего себе. Порцунки. Смотрите, даже еще, видите, вот как раньше делали. С пломбами, со всеми делами. Чтобы не вскрывали, и своими крыльями рухами не лезли. Да, 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 чтобы потом не говорили, что так и было. И я хотел залезть в двигатель. Зачем? Прокладки поменять хотя бы. Дело все в том, что если сейчас влезем в мотор, я боюсь ситуации посмотреть, как он сбатит. Сейчас все полностью в порядке. Сейчас, мы сейчас как обычно, мы сейчас помоем все, почистим. Просто я переживаю за что. Смотрите, у него стоит двигатель, вот, блин, очень приятно. Просто, просто он чистый, никакого подтека. Он включает, этот, пускач, у него ни капли не капнуло. Вообще, он завелся, вот просто с одного тыка. Завел трактор с одного тыка. Никакого, ни маслинки, ничего. Вот так я хочу, чтобы у нас, чтобы у нас было вообще все идеально. До такого состояния деду еще очень далеко. Наша задача сегодня его запустить и настроить топливную систему. А дальше уже будет понятно, нужно ли нам глубже залезать в двигатель трактора. Но для начала мы почистили топливный фильтр и отдали подаренный ТНВД в настройку. ТНВД в настройку. ТНВД в настройку. Блин, по-хорошему бы его разобрать все-таки. Просто не было бы как сейчас, как статры, знаешь, когда, ой, надо это, ой, надо это, ой, надо это. По идее, конечно, суть реставрации в том, что ты берешь, все разбираешь, все дефектуешь и по-новой собираешь. Вопрос, когда это потечет, это вот лишь вопрос, мне кажется, времени. Но какая коробка у них вообще? Я просто в таком кайфе. Посмотри, как она движется. Блин. Вот здесь, конечно, самая крутая коробка. Самая крутая из всех. Музафара, есть версия, что дело с углом зажигания. Ты, наоборот, вперед или назад его сейчас? Назад попробую. Назад попробую. Хотя кто-то писал, по-моему, в комментариях, что с углом что-то не так. Смотрели, говорят, да у вас там угол сбит. Ну что, попытка номерцать. Смотрели, говорят, да у вас там угол сбит. Смотрели, какой просто дым. Даже он не сизый, он, блядь, черный просто. Ну, в общем, сейчас добавим еще немножко зажигания и будет получше. Но уже завелся, уже не глохнет сам. Музафар, который не глохнет. Ощущение, что там нет масла вообще. Да, чувствуется, что он как бы не очень равномерно работает двигатель. Хотя от НВД как бы уже считается, что мы его... Не поймать холостые, а по-русски. Не поймать холостые, видишь? Он либо... Ну вот сейчас, смотри-ка ты. А, нет, все равно, видишь? Да-да-да-да-да. Идет. Так, ну проблема номер один. На мой взгляд, он не выходит на холостые. Такие низкие обороты, довольно повышенные у него. Холостые. Сейчас мы посмотрим, что с этим можно сделать. Тут у нас уже начали педальки отваливаться. А, тут мы сейчас будем регулировать как раз, чтобы он отпускал сильнее. То есть, я так полагаю, вот это вот мы сейчас открутим. И тяга, чтобы сильно не тянула на себя. Да, ну мы хотим залить масло, а промывка у нас есть? Ты не помнишь? Возвращение. Есть, да? Ну, в общем, сегодня мы тогда, надеюсь, все-таки сможем прогреть двигатель. Залили воду сейчас временно. Сто процентная механика. Я не знаю, вернуться когда-либо к такому же производителю. Наверное, уже нет. Уже слишком большие ставки. Сейчас уже, наверное, назад никого и... Сейчас уже люди ставят, наши производители ставят механические ТНВД. Это прям сенсация. Это прям супер подход для бизнесменов. Мы поставили вам механические ТНВД. Спасибо! Спасибо! Низкий поклон. Раньше все это работало нормально. С ТНВД. Механические. Вон, все можно сделать с помощью манометра и гаечного ключа. Это если какой-то качественный ремонт. А если просто доехать, то можно что-нибудь законопать. Вот как здесь чопик стоял деревянный. Можно доехать до места ремонта. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ Видел, когда он выходил на холостые, такой звук его приятный. Чувствуется, когда повышенный, он немножечко другой. А когда он был на холостых, прям такой приятный звук. Сейчас мы его прогреваем. Сейчас мы делаем временную пружинку, которая будет служить для отвода педали газа, чтобы он выходил нормально на холостые. Прогреваем, заливаем, сливаем старую, я не знаю, что это уже, черную жижу, которая уже, наверное, свойств своих не имеет. Заливаем промывочное масло, тоже прогреваем и заливаем новое масло. С дедом предстоит еще много работы. Но сегодня уже понятно, что он не безнадежен и его можно восстановить. После замены масла мы дадим ему поработать какое-то время. Возможно, даже под небольшими нагрузками, чтобы увидеть возможные течи и понять, нужно ли полностью перебирать двигатель. Пока мы не готовы ответить на этот вопрос. Итак, друзья. На сегодняшний момент проверить наличие течи и, как я уже и говорил, хоть меня и мучает желание все-таки разобрать двигатель, скорее всего мы этого делать не будем. И будем стараться устранять те проблемы в процессе вот такого длительной работы, там полчаса, минут 40. Посмотрим, где течет масло, зону эту проблемную отметим и в дальнейшем посмотрим. Будем менять, наверное, прокладку, если где-то будет течь. У нас проблема с клапанной крышкой, она треснута по причине того, что кто-то когда-то до нас перетянул там болт один. Понятно, что из радиатора, изо всех щелей льется вода. Это надо устранять, менять радиатор, менять все патрубки. Сейчас мы сделали подобие промывки системы. Когда я открыл кран сливной из двигателя, наверное, мы какую-то часть ржавчины смыли. Что ждет деда? Деда ждет перевоплощение в штатном состоянии. Мы его от песка строим, отмоем и мы покрасим его в красный цвет. Какой именно цвет, мы уже будем выбирать, наверное, либо с Asgard Motors, либо просто выберем тот понтон, в который мы хотим его покрасить. Ну да, он все равно плавает, обороты не держит. Главное, что не глохнет. Друзья, я с вами прощаюсь на этой прекрасной ноте, связанной с такими классными тракторами, с нашей историей, с нашей для кого-то молодостью. Для меня вообще этот трактор в диковину. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, увидимся, пока. Друзья, а в следующем выпуске мы расскажем, как идут дела с Татрой. Я прям мечтаю, что у нас здесь будет написано экспериментальная надпись на борту. Будем делать замеры. И ответим на главный вопрос, который остался у вас после прошлого ролика. Сколько она заработала? Также вас будет ждать приятный бонус. У нас есть для вас подарок. Так что подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok